Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, я хотел вас попросить в первую очередь прокомментировать информацию, которую мне буквально только что в студию принесли, о том, что на блокпостах будут менять военных на пограничников. Для чего это делается? Что происходит? Вы могли бы прокомментировать? Я думаю, что комментарии вдоль линии военных действий будет давать Генеральный штаб. Это будет и корректно, и правильно. А я давайте вам скажу свежую информацию по 217 округу в городе Киеве. Там у нас происходят неординарные события. Глава окружной выборчей комиссии решил провести некоторые манипуляции с компьютером и с системой выборы в попытках повлиять на голосование. Факт был изоблечен. Сейчас следственная группа СБУ и МВД проводят задержание этого товарища. И я хочу на этом факте сказать всем, кто сейчас меня услышит, это очень важно для всей страны. Всякий, кто будет манипулировать выбором народа, всякий, кто будет пытаться вмешаться в волеизъявления или через подкуп, или через манипуляцию с протоколами, или через манипуляцию системы компьютерной, как это было в этом случае, будет наказан в соответствии с жестким наказанием, которое предусмотрено новым законодательством. Здесь за такое нарушение до 8 лет тюрьмы. Я надеюсь, что этот случай будет единичным. Однако в том же 217 округе, там где баллотируется один небезызвестный, одиозный кандидат, у нас появилась группа тетушек, группа людей из общественных организаций с автоматическим оружием. Люди эти были локализованы, сейчас они находятся в райотделе, допрашиваются и тоже будут оформляться на задержание. Господин Аваков, спасибо, у меня по поводу выборов к вам есть еще вопросы. Скажите, я понимаю, что вы будете претендовать на то, чтобы именно представитель вашей политической силы стал премьер-министром, какова цена вопроса? И вот вы лично, вы планируете остаться министром внутренних дел? Политическая партия Народный фронт не скрывала страны и шла на выборы с ясным и четким месседжем. Мы предлагаем стране выборы премьер-министра и наш кандидат Арсений Ценек. И коли наша партия получила такую поддержку населения, такую поддержку людей, я думаю, что было бы корректно нам в этой ситуации и предлагать партнерам по коалиции дальше это решение. Состав коалиционного правительства – это состав договоренности. Я очень рад, что мы можем с проукраинскими демократическими силами, с блоком Петра Порошенко, с нашей партией, с другими демократическими силами создать коалицию, независящую от вчерашних коммунистов и к ним припнувших. Так вы рассчитываете все-таки остаться министром внутренних дел? Я рассчитываю, что наша партия будет достойно представлена в правительстве. А состав министров, я думаю, что мы определим на совете коалиции. В этом нет никакой проблемы. Тот, кто будет продолжать реформы МВД, которые мы стратегически утвердили несколько дней назад, тот человек и будет министром внутренних дел. Поручат мне, буду я.